Лекция 7 Лекция 7 Лекция 7 Лекция 7 Что-то там видят, в зависимости от особенности физики, в зависимости от того, в какую сию они смотрели, в какую сию вышли, в зависимости от другого, окружения и мировоззрения, они воспринимают тем или иным информацию в той или иной форме. Они могут воспринимать информацию полностью, ну, отображать ее в терминах и категориях своего времени, своей культуры. Они могут воспринимать информацию не полностью, то есть фильтровать ее через свои привычки, свои те же культурные какие-то воззрения. Вот, но в любом случае, другой человек, вышедший из той же слои и видевший даже то же самое, совершенно не обязательно воспринять это точно так. Дело в том, что не важно, что вы говорите другим, если вы передаете эти вещи. Важно, как вы это делаете. То есть, насколько ясно можно для вас увидеть свою реальность, о которой вы говорите. Вот ее высший стопоризик. При этом вы это общаетесь от этого, вы как бы смотрите сюда, и потом говорите об этом другим людям. Вот важно, чтобы здесь были чистым стеклом, как можно менее скользящим, чтобы они смотрели не на то, что вы говорите, а на то, что вы смотрите. В этом случае, естественно, используя те права, те управления, те обороты, те образы, которые наиболее близким людям, чтобы их сознание, вот этот образ, осознить без скользы. Вот и только можно на тот же образ, и удивительно, что все, допустим, духовные участия, глядя на реальность, глядя на Бога, на абсолютно Адма, неважно, как его называть, они говорят, на самом деле, практически об одном и том же, и они все понимают, что говорят об одном и том же на определенном уровне, то это становится совершенно ясно. Вот, но при этом они говорят разными словами, и в точке зрения механического понимания, то есть человека, который пишет только слова, они все говорят совершенно разные вещи. Вот, но на самом деле, неважно, что говорит один учитель, и что говорит другой, важно, что вы видите, когда вы слушаете поверенного учителя, и через кого-то из них, вот эти в одном из, там, тыкин, вы увидите, он найдет подходящий к нам, найдешь нежные обороты, интонации, и в нужное время, допустим, с вами встретятся, или вы его встретите, и вы увидите реально. И вот это вот и будет то, что вам нужно услышать, все остальное будет не ваше слово. Будь это Библия, будь это Коран, будь это Грестья Библийского и Сан-Марктики, Будь и все это вот, чтобы это было, если вы через это не видите реальность, ну, может быть, какого на меня этого пройти, вот, если вы увидите реальность через мою кутикотоку, вдруг, вот вы считали мою кутикотоку и увидели бесконечность. Ну, я взял специально такое, ну, не, если кутикоток не пример, но такое оно видно, то есть, в мою кутикотоке хорошая пара, вот, и мировым уже до нести есть. Так вот, а в какой бы момент, через какой бы текст вы не увидели, там, ну, это, скорее всего, духовный текст, там, детская сказка, вот, вот это видит ваше окно. Или важно, как оно выглядит, будет ли это маленькая соточка или большая внутренняя, реально, чтобы это окно выглянули, вы видели реальность, и потом уже начали это окно расширять, в соответствии с той реальностью, которую вы видите, чтобы вы не видели реальность этого контакта с реальностью. Вот, и поэтому, когда, если кто-то согласен или не согласен с Гибридой, и те люди, которые, ну, я не знаю, сколько там, тысячи лет назад, самые первые священники, записывали слова о Боге, и, собственно, создавали исходные тексты Библии, ведь она тоже какое-то время существовала, наверняка, в лучном варианте, а потом начала записываться. То есть те самые, самые первые священники, которые говорили о Боге, они, скорее всего, говорили тоже о той же реальности, о которой еще ими говорили Шри Арабинда, кстати, Сыр Баба, и другие, Анна Кришна, и другие вещества современного мира. Это то, уже, когда слово-то было записано, когда оно стало удобно и начало, как-то совершенствуется, добавляться, может, не всегда, глядя на эту реальность, к слову, уже начали, слово не всегда могло быть таким непосредственным проводником. То есть то, что вначале жрешка, который говорил о Боге, он смотрел на Бога и говорил только о том, что видит, и потом кто-то записал, это зафиксировало эти слова. В тот момент, пока не говорили, что они были неправильными, и были, там, или вещество, может, через минуту, они уже перестали соответствовать реальности. Это всегда так, изреченность мы уже не соответствует тому, что оно описано. Вот, если следует, когда люди узнают перетолковать эти слова как догму, вот тогда эта реальность в какой-то части прогрязывается, то есть можно посмотреть на тексты и видеть, о чем же, собственно, говорят, но буквально, что в механическом восприятии таких текстов, тем более священных, не всегда внехватно тому, о чем там написано. Вот, только я уверен, я уверен, что в Павле цели говорить в рамках какой-то традиции, именно потому, что, знаешь, любая традиция, это отсутствие, ну, духовная традиция, естественно, это отсутствие каких-либо жестких прав, это отсутствие традиций как таковых, и я следую именно этому способу передачи информации, я смотрю на реальность и говорю вам только о том, что видит. Ну, при этом, естественно, надо и заглубаться, и шибаться, то есть все, исходя из того, что было сказано только что, то есть все определяются мыем, способом восприятия, моей культурной решеткой восприятия, то есть как бы знаниями, с обучением, опытом моим, естественно, все определяешь и тем, в каком слове я смотрю, потому что, когда смотришь из-за реальность выглядит в практике, из-за другого ставится она реальность, выглядит уже по-другому, вот, и с этим я не ремонтизирую, не аксоритизирую то, что говоришь. Об этом я знаком. Тех, кто... Те, кто обидел, я на меня не обижаюсь, могут объявиться те, кто пытается поддержать, вернее, механически совместить два этих, давайте мы и слова, и то, что было сказано несколько тысяч лет назад, механически совместить их не получится. Так же, как не получится механический, то вместит то, что говоришь и сегодня, и то, что будет говориться, может через павлик, то есть знания будут совершенно другие, и опять не то, хотя реальность будет одна и так. Так, ну хорошо. Больше вопросов на это. Давайте начнем. Вот пока она, твой дух. Все, если не будет сцены, все желания, все, чтобы в жизни что-то сделать, куда-то пойти. Все пространство, наше тело вокруг, настаивается. Все мышцы, которые рассеиваются, ставят, исчезают. Все мышцы, которые рассеиваются, ставят, исчезают. Рассеиваются внутри головы, вокруг нее успокаивается. Расслабляется, раскрепощается. То есть, от плечки выше, практически ничего не остается. То есть, голова рассеивается, растворяется, никаких напряжений в голове не ощущается ни на поверхности, ни внутри, ни внутри горла. Правда, как бы все превращается в тысячи лет и уходит бесконечно. И у нас начинает идти чистый белый цвет. Который промывает нас от макушки до пят. Каждую плечку нашего тела. Словно камушки в руке и клетки промываются. Словно губки пропитываются или даже куски сахара просто пропитываются и растворяются. В этом свете. Так что все процессы методически начинают идти естественно. Совершенно незаметно для нас. Помимо нашего сердца, помимо нашей воли. Так, как и положено. Продолжение следует... И свет идет из бесконечности где-то вверху, в бесконечности внизу. Чистый, ровный, спокойный. Все наши тревоги, все наши проблемы смываются этим светом, исчезают, растворяются. Так что все это время, которое мы здесь проводим, мы проводим в едином спокойном состоянии. С ясным сознанием, чистыми мыслями, спокойным сухом. С ясным сознанием, чистыми мыслями, спокойным сухом. И постепенно поток заканчивает, как бы истекает. Здесь остается чистое пространство, спокойное, совершенно ровное. Белое. Это пространство постепенно начинает втягиваться в физические предметы, проявляя их формы. Стены, пол, каталог, стыри, наши физические тела. Вот. Но если насилие, оно каким было таким остается, то есть мы не живы в предметах, а просто в качестве вот таким остается, то в наших телах оно по мере конденсации становится более ярким, более светометным. Так что вокруг нас остается только совершенно прозрачный компонентом, ясное, сильное, круглый воздух. А наши тела становятся светящимися фигурами, ярко светящимися фигурами в этом чистом пространстве, окруженными ясным чистым светом. И в этом чистом пространстве мы будем дальше работать из 160. Мы теряем этой чистоты и ясным. просто ровно говорили о видах, о сменах фигурами энергии, и ясный график о поведении мужского воспитания, зависимости от тожеленного состояния. Мы поговорим в следующий раз, то есть сегодня. даже из небольших, очень таких крафт и поверхностных экскурсий в тонкие нервы, в наших медитациях, вы можете понять, что в зависимости от того, какие энергии идут на человека, в зависимости от того, в каких полях он находится, его предстояние, его образ мышления, его образ действия будет очень сильно меняться. Если эти поля достаточно сильные, чистые, красивые, гармоничные, то человек по жизни, без всякого сознательного желания, будет следовать этим состояниям и будет проявлять аналогичные качества. То есть он будет стремиться к красоте, он будет стремиться действовать гармонично, будет стремиться не нарушать этот покой и красоту, которая вокруг него. Естественно, что вся природа будет следовать этим состояниям, все растения, все живые существа, которые гораздо меньше имеют возможность свободы действовать вне рамок этих потоков, они будут в этих потоках очень сильно проявлены, как бы вписаны в эти потоки. И естественно, что вот это состояние гармонии будет многократно усиливаться всей биосферы. и людям будет многократно усиливаться. Если же будут потоки те плотные, тяжелые, неправящие, то у живых организмов будет наиболее доминировать цель выживания, цель сохранения себя, цель какого-то просто существования. Поэтому поддержание гармонии будет гораздо более трудоверенкой задачи, то есть требует больше активных усилий, то есть больше сознания включать нужно для именно поддержания таких состояний. вибраций. Кстати, сознание – это одна из вибраций, которая начинает с вибраций сознания или дальше. Образ действий, даже память о том, что нужно, практически не искажает этим выреклотным потокам. то есть наше сознание, наше вибрации сознания и тела соответствующего им, то есть обоих всей души, которая расположена в этих пространствах, практически не зависит от наших материальных усилий, от того, что происходит на Земле вокруг нас на физическом плане. и поэтому там у нас всегда есть память о том, что нужно делать, как нужно делать, и что такое гармония, и как нужно эту гармонию проводить. И если у нас в области сознания, в области сознания будет достаточно энергии, то есть мы сможем достаточно хорошо быть связанными с этими уровнями, то какие бы плотные и тяжелые потоки не шли на денег, то есть как бы тяжело их, чтобы не приходилось нашему физическому телу. У нас всегда будет возможно нормально существовать и в таких детях сохранять память о том, что мы должны делать и какова цель нашего пребывания на Земле, и как бы с памятью об этих состояниях, с памятью об этой теле двигаться через три полосы трудностей для Духа, которые собственно существуют в период Талии. В разные периоды состояния людей, в будущем согласованным синергетикой, идущей на Землю, равны, и соответственно, если мы хотим сохранять вот ту генеральную генет, ради которой собственно мы существуем и генет, и отнести служение Духу, нам видно все, как бы, согласовывать свой ведатель, свой образ действия, культуру, фотопроявление этой культуры вообще каждого человека в частности, то есть общество целого человека в частности с теми потоками, которые идут на Земле. Оттуда и способ и должны по идее изучаться способов проявления людей, способов воспитания, способов даже, наверное, самого образа существования в той или иной эпохе. Если мы обратимся к историку, то мы увидим, что фактически что-то такое происходит. То есть в ран, если мы сравним образ мышления, образ, как бы восприятия мира, времени, современно, то мы явно видим разницу. То есть эдерные были более открыты, они более невидные, более как бы природные люди, чем мы. А зато у нас больше, как бы, знания материи, у нас больше, больше, как бы, нейтальная составляющая нашего сознания и состояния энергетического. Мы более прогнозичны. Мы, как бы, уже включаем в себя опыт многих цивилизаций. И весь этот опыт нас современно больше ориентирован на, именно, как бы, практическое исследование материи, чем на воспринимание духу, которая в большем мире, скажем так, являлась абсолютно дриминирующим для древних людей, как бы, гораздо в большем мире сделать свойственно для нас. Как же можно попытаться представить себе идеально, но более согласованное проявление людей в разные эпохи, в разных энергетических обстоятельствах. Ну, допустим, это делает поток, то есть поток всякие люди, когда все гармонично, все способствует духовному развитию, и все очень, как бы, направлено на полное проявление в наших высших духовных населениях. В этот период, тут даже изумно все замечено, и тут дух, который нас заключен, будет очень хорошо проявляться, будут все условия созданы, для того, чтобы мы вспомнили, те, кто отталажили, кстати, его, помнили все условия, они видели, как бы, относительно физического ограничения, то есть они видели, что, на самом деле, душа там не только физическое тело, они прекрасно понимали связь бесконечного и частного, то есть человек, и космоса. И дети, и воспитание там, в этот период тоже строят на, как бы, общевительности этих состояний. То есть каждый ребенок, который раздался, он уже погружался среди понимания этих всех взаимосвязей. У них сразу, как бы, есть, это практически открывало сведение, тонкого мира и связи этого тонкого мира, и детям просто помогали это, 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 это видение, как бы, утвердить, как-то обучали их правильно интерпретировать то, что они видят. Но проблем с доказательством того, что, это, то есть мы, наша душа не умирает, она не рождается, что она просто переходит из тела в тело, что сплостить, то есть грубое нос, это плохо, поскольку они отделяют нас от Духа, что то знание, допустим, как бы, там есть высших начала, это хорошо, поскольку помогает нам быть теми, кто мы есть на самом деле, не превращаться в забывшего себя, животного или еще кого-то. Вот это все происходило естественно, то есть обучение такое рода происходило очень естественно. Любой взрослый на улице мог всегда ребенку, который попадал в не все состояние, допустим, вокруг него что-то такое, возникает негармоничное. Любой взрослый, проходя мимо, он просто говорил, зачем ты так делаешь? Он посмотрел, вот видишь вокруг тебя вот эти некрасивые облачки, вот это пеплетит, вот ты сейчас вот просил здесь, или ты сейчас заплакал, а он был в хорошем состоянии, он мог ему дать энергию, мог как бы поделиться с ним своим состоянием, показать ему, как правильно восстановить его тело и все, и это все делалось мимоходом, то есть совершенно неинтересно для этого было входить в какие-то школы, это сделали учителя и родители, вообще любой человек, который понимал, в какой состоянии ребенок находить. Вот это было когда-то, как мне кажется, я подчеркиваю, что сейчас, когда мы говорим о прошлом, когда я с вами говорю о прошлом, это, на самом так, нефологизированная информация. Естественно, что никакой научной, как бы, подоклюки здесь быть не может, я не могу вам ее предоставить. Ну, наверняка что-то вас, как бы, приглашает с тем, что я говорю, то есть я не чувствую сейчас у зала какое-то такое отражение не приятно, то есть то, что вы уже слышали, то, что вы, может, уже видели здесь или где-то, ну, по-другому, что это вообще-то нормальный и правильный способ взаимодействия между входящим человеком, и тем, что уже здесь достаточно было. Ну, так было, происходило обучение когда-то. То есть по жире информации, формальной информации, ну, практически ничего можете не передавать, то есть это прошибело, как бы, сомневаться, да, то есть при таком природе знаний, как бы, или возможности, а все знания получались практически непосредственно и в взаимодействии с предметами, то есть накапливая практически не обязательно было. И если открываются определенные центры, ну, это можно посмотреть по Кастанедии, у них это называется, как бы, волокна от признаний, когда они хотят все признать, они раскрывают эти волокна, как бы, расширяют далеко и получают по ним нужную информацию. Вот. Ну, это остатки каких-то техник, многое из того, что написано о Кастанедии, ну, как-то передвигаются с состоянием Атлантиды, но очень-очень слабо, это такие очень поздние Атлантиды, когда уже многие эти, действительно, продрели такую поздную магическую окраску, но что-то там такое пройдет, то есть техники, эти все состояния, так же, как и йога, то есть все наши духовные корни входят туда, в другую древнюю, к единому очень, очень для всех источников. Вот. Поэтому, изменение, как бы, о том, что делать, приходило в тот момент, когда возникала потребность что-то сделать, поэтому не было, там, именинки, не было, может, даже ответственности особо, поскольку общение происходило на таких глубинных уровнях, когда потребность передавать состояние через речь, ну, совершенно не было возможно, то есть она не могла возникнуть. Поскольку речь – это очень-очень низкий канал передачи информации, очень медленный, этим искажающий, грубый, вот, и передать через речь все то, что тебя чувствует, видеть, причем не только глазами, ушами, но еще и по многим пространствам, одновременно просто невозможно. Вот. И там это все многие, как бы, может, годы там это вообще на филипатическом уровне. Общение происходило, и обучение, и многие контакты. Хотя, хотя потом, опять-таки же, дальше по мере развития нашего земного мира, по мере смены планежных потоков, многие качества уже начали уходить. То есть условия для появления тех качеств, для поддержания их в нашем мире, то, как бы, состояние биосферы уходили, исчезали. Вот. И возникло потребности уже в порождении речи, то есть невозможно было человеку показать, он это не мог это увидеть. То есть, как бы, плотно, ну, сумма, грубо говоря… Ассистация. Ассистация, и тогда пришлось уже, как бы, порождать речь и как-то более сильнее ее пользоваться. С другой стороны, речь необходима была для общения там с животными, может, каким-то, ну, какие-то, ну, какие-то взмутики, теми же слугами, которые там были. То есть, второй расы, которые не в среднем, как коренная, ну, речь тогда уже по мере изменения потоков у нас было в дальнейшем. И уже тогда началось накопление знаний. То есть, способность к непосредственному такому глубоку понимания, восприятия информации начали утрачиваться. И воспитание уже начало, как бы, ориентироваться больше на восстановление, то есть, проявление этих способностей. То есть, если раньше человек раздался с ними, существовал в среде, в которой эти способности были нормы и поддерживались просто в среде как только работы. И теперь возникли уже храны, возникли люди, которые начали, как бы, помогать друзьям эти способности раскревать себя, восстанавливать, поддерживать. То есть, возникли уже какое-то достаточно формализованное достижение. То есть, были такие-то испытники, те, что хранят себе эти состояния, те, кто могут проявлять достаточно большой силы, и они уже помогали привезти, ну, все, у кого-то в любви его не брал, это силы все в речи. Но этот период, когда воспитание, скажем так, ее еще направлено на вспоминание, на, как бы, на воспитание в некой традиции, на входение в некие состояния, правильное состояние, правильное состояние и неправильное. Но, с другой стороны, поскольку матери здесь уже появляются искусственно, начали появляться каких-то здесь вот перемешан, то есть, они не могли непосредственно материализовать то, что им нужно было, они не могли так глубоко воздействовать на могиле, как раньше, то хотелось искать вот это порождение между предметом другими средствами. И тогда уже в этот период, это период, как бы, творчества, то есть, зарождение творческих начал. Ну, аналогично, все то же самое будет повторять, не один рак, я надеюсь. И поэтому, в этот, как бы, мы уже, можно сказать, что звуки любви нужно, как бы, максимально проявлять творческое начало человека в среднем его духовном состоянии. А творчество, как проявление духа, творчество, как проявление Бога, там, бесконечности. Проявление, как бы, понимание газопинного, или, там, высшего начала, как порождение диктетника, порождение всех форм и проявление тех форм. Навык видения этих форм в природе, вокруг себя, чистого, ясного, гармоничного. Вот. И здесь, как бы, плавно идея божественных силов и, как бы, мощи силы, которая породила мир, управлялась непосредственно, непосредственно данностью для тех, кто желается, она плавно, естественно, переходит в ее творение, в ее, как бы, соучастие в его творение. Здесь уже идет другое, как бы, направление развития цивилизации, ну, как бы, другая опада развития цивилизации, то есть цивилизация превращается в творца, творящий начал. Ну, естественно, что дальше по мере уплотнения энергии, творчество тоже, как бы, уже теряет свою силу, энергии становятся еще более плотными. И здесь, как бы, воспитание и властность, взаимодействие с миром, со Вселенной, с Богом, ставят уже на действие. То есть творцы теперь будут передавать эстафету. Ну, как это? Завоевателям просто первопроходцам. Ну, так правильно. То есть тем, кто пойдет вперед, тем, кто сотворенное, как бы, возьмет уже в готовой форме, то есть еще в Красную Югу уже творчество в той форме, в которой оно было в Долгом, еще в памяти о Божественном практически, становится невозможным. Ну, опять-таки, кто-то может, кто-то будет отвечать, но, в основном, будет реализация. То есть эти люди в Красную Югу, с основной деминантом завтра, будут уже вести готовые формы, как бы, притворять их в жизнь по тем планам, которые созданы были раньше, строить и переустраивать на окружающий мир. Себя, Землю, планеты, а может, другие планеты и так далее. И здесь для них важно, как бы, уже понимание действия, как служим Божественному и так далее. То есть действия с полной дисциплиной, действия с, как бы, участием, с ясным пониманием того, что-то делать, почему и зачем, сознание. Действия как акт тоже Божественного, как бы, и высшего правиления. И уже в Красной Юге больше будет, нужно будет делать акцент на том, что нельзя привязываться к результатам действия, нельзя привязываться к материальному миру, поскольку уже непосредственное восприятие, абсолютно непосредственное восприятие реальности практически в эту эпоху становится невозможным. То есть в массовом таком, в тотальном порядке это становится уже практически невозможным. Поэтому здесь уже гораздо жёстче должна становиться дисциплина. То есть при учении здесь традиции, жёсткие традиции, как культы, которые возникают, собственно, как бы, на границе Желтой и Красной Юге и возникли основные культы, религии, веды. То есть всё это уже возникло именно вследствие необходимости, вот, внесения этой дисциплины, как бы, деления Духа как некой силовой компонент. Вот. И здесь именно нужно готовить людей к тому, что придёт следующее, это чёрное, следующий период, когда не просто будет тяжело, а будет наоборот казаться, что нет ничего кроме материального мира. И вот тогда-то те, кто привык к дисциплине, кто привык к силе Духа и проявления этого Духа во всем, кто, как бы, впитал в население себя, как материальный носитель, и делил снижение Духа. Вот они-то, и то они что-то дадут, передадут эту статью дальше, в чёрный телец, и они ставят всем стержнем, всем той опорой, на которой, как бы, материя, тем каркасом, на который материя может налетить массу и сделать вокруг нее статусы. Иначе эта масса погребет под собой всё, погребет всё в болитах, которая всё поглотит. Поглотит. Вот, собственно, чёрное югу, в каждую югу, особо становится важным вопрос о подмечении сознания и материи. Потому что в чёрную югу материя, как бы, раскрывается непосредственно в своей телевозганной, бессознательной глубине, она позволяет открыть самые-самые глубокие свои тайны. Недаром, я уже говорил, и, по-моему, об этом, именно в последнее время, то есть, как бы, пик в Калинии были сделаны все, я не знаю, 90 или там 80% всех открытий, которые мы совершили о материальном мире, мы проникли в тайны атомного ядра, мы познали стену, мы сделали разум, мы вышли в космос. Всё это, я не знаю, каких-то 100 лет подписываются. То есть, мы четко помешан в истории срок. Но какие успеют? Это потому, что именно у нас сейчас есть возможность проникнуть в эти тайны. Потом это всё эфиры, и у нас просто не будет хотеться, не будет желания этим заниматься. И, собственно, да и возможности больше может не будет. Мы все чем-то будем заниматься другим. Так вот, в Калинии-югу самое такое важное, это ясное, как бы, сохранение сознания и вот этого духовного компаса. Потому что наиболее тяжело будет тем, или сейчас тем наиболее тяжело, кто привязан с Макилией. Макилия подобна, в этом Калинии-югу, Макилия подобна Вавницинскому океану, бушучему океану. И тот, кто непосредственно в этом океане плывёт, без лодки, без корабля, те поглощаются этим океаном, полотнем и следует на дно. Собственно, культура материальной ценности, ценности общества – это тот корабль, который позволяет как-то удерживаться на поверхности этого океана. Вот. Либо можно, если вы на достаточно хорошем поверхности или воздушном шае, находитесь, вы можете подняться над этой стойкой, над своем областности, и оттуда спокойно смотреть на эту картину, как бы, видя бушующий океан, но не участвовать в этом что-ли. Хотя вы и в этом вере и находитесь. И вот, в Кали-югу, ну, сейчас еще конец Кали-юги-бетрадио, вы это знание, еще раз скажете, очень велика становится. То есть все практически делаются от знания, а не от непосредственного ощущения. Если в Кали-югу реальность непосредственно нам дана, нам не нужно знать ничего, мы человек просто чувствуем это и действуем как живет в Кали-югу, нам нужно очень и очень хорошо помнить о том, что здесь, чтобы как бы это знание провести в материю и дать здесь какую-то опору, вокруг которой она могла бы зацепиться и утвердиться. Но если мы сможем это сделать, если мы сможем в Кали-югу заложить основы культуры, науки, взаимодействия с миром, которые едут ориентированные на дух, то потом, когда этот период закончится, опять-таки с мясо придет, там всякие видео, или там просто хотя бы упасить лезть, вот все то, что было внесено в материю, оно останется в ней, то в древней школах. То есть материя оформится теми идеями, которые в нее были внесены в виде традиций, в виде зданий, в виде произведения искусства, в виде научных открытий, как бы увязки этих на этих открытий, в виде земли комплекса. Вот все это имеет место на материальном плане. И вот то, какую я сейчас закладываю идею в наше материальное датье, будет определять потом, пройдет там 180-150 лет, и вот потом уже условия изменениями. Вот это все определит уже проектория занята. Ну, здесь я говорил даже не о скитании, а о проявлении, то есть как лучше проводиться в целой лекции. Тут в целом стоит сильная эпоха. Потому что если мы сейчас, допустим, не заводим нормальных отношений духа и материи, то потом это будет повторение того же цикла практически все в этом теле. То есть пойдет всякий юга, когда многие вещи откроются, эго уйдет само по себе, и те, кто будут жить в этот период, будут считать, что всегда так и будет. То, что сделали, читали в свое время Атланта. То есть они пришли в мир, и поскольку условия этого мира меняются очень медленно, они искренне считали, что всегда так и будет. И рано или поздно опять начнется обратная эволюция. И вот тогда уже те существа, которые будут жить на Земле, обладать будут совсем не теми возможностями, которые были как зато Атланта. Если раньше Атланты по мере деградации как бы не могли, их возможности не начали, то сейчас даже если вдруг человек будет деградировать, его физические возможности все равно стоят очень сильными. Достаточно вспомнить Чернобыльского атомного. Когда один человек в силу должен был сделать очень небольшие действия, у которых породила проблема 2,8,5 других людей. Так, вы просто есть, то есть, она 5,5,5? Нет. Ну, хорошо. Я тогда сейчас немножко еще начинал по тому же торгозу, уже на воспитании до 3,5. Как я говорил, человек, приходящий в мир, он многие вещи вспоминает и знает. Иногда сегодня дети уже приходят гораздо более духовно развиты, чем может их родители. Хотя, может, в свое время родители тоже были достаточно высокими, но условия их существования их поставили в определенные рамки. Но, смотрите, в каждую эпоху приходят воплощаются те души, которые достаточно хорошо создаются в состоянии этой эпохи. И когда начинает приближаться эпоха высоких духовных состояний, то все больше и больше начинается рождаться эпоха. Физически, как бы, масса этих людей рождает, как бы, готовых к этим состояниям, увеличивается. Также, когда начинается эпоха более плотная, более гроза в состоянии, начинает увеличивается количество людей, которые ориентированы именно на эти состояния. И как же быть сегодня с детьми? Когда они могут видеть, они могут рассказывать родителям такие вещи, которые всех холодный пот прошадает, просто не могут они представить себе. Такого для ребенка это, на мой взгляд, реально доступно ему. И он считает, что всех это видит. Он пока что не знает, далеко не всем видит то, что он может воспринимать. Первое, что я могу посоветовать, это не пугаться и не задавливать, не, как бы, блокировать эти 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 способности. Если вы сами не видите, спокойно скажите, знаешь, просто ты говоришь, это очень интересно, это, может быть, даже и правильно, я, но я судить и об этом не думаю, не могу, потому что я не вижу. И тут главное ребенку, как бы, создать эти условия, чтобы у него не возникало ни комплексов по этому поводу, то есть ни гордыни, ни страха, ни боязни, что он что-то скажет, не то. И с другой стороны, он объясняет ему мягко, спокойно, фактично, что особо об этом распространиться не стоит. Просто и это может хотя бы для него создать неулекие проблемы, да, которые он решить не может в данный момент. Вот. А для этого, конечно, нужно все родители с собой поработать, потому что, как гордыня наша, далеко не всегда придет нам возможно сказать, что ты такой молодец, там, он что-то должен сказать, что я, проживший там все дитя, в принципе, но, кстати, никогда не видел и неизвестно еще когда вы можете решить, что я только не знаю. Ну, есть одно сказать. Успокойте себя тем, что когда вы родитесь перед каких-то лет, вы это тоже самое будете делать. То есть это всего лишь вопрос времени. Вот. Поэтому, как бы, сейчас вы ему помогаете нормально к этим вещам относиться. Завтра, может, вы уже у кого-то такое уже родитесь, завтра они вам будут помогать. То есть помогая им, вы кем сам, помогая к этим вещам, только немножко в другой поле. Вот. И это может многие проблемы для вашего сознания поснимать, и вам будет легче относиться к этим вещам. Второе, что нужно, это стараться поддерживать сил ей вообще, в любой точке, в любой точке пространства, спокойное, доброжаятельное, чистое состояние, гармоничное. Потому что это тот сон, на котором гораздо легче развиваются эти способности. Ну, не говоря уже о том, что это из тела вашего на лучшее. Ну, один человек, когда не хочет специально злиться, зная, что злость или раздражение сокращает его время жизни. Но, в этом очень тяжело оттажаться с этой удовольствием. Позлиться, позорствовать на кого-то или перемывать кому-то косточку. Хотя, реально кто из этого никому не примет. Вот, вот, тоже нужно здесь начинать себя и научиться создавать себе, а потом уже вокруг себя со своими друзьями, знакомыми, спокойное, дружелюбное, гармоничное состояние. И потом уже, не говоря о том, что дети впитывают в полях, ведь обучение в основном пойдет через состояние, в основном передаваться состояние, а не знание. Вот, как бы не формация своей. Вот, не говоря об этом, то есть, через поля уже дети начинают, будут обучаться именно этим состоянием, спокойствие, доброты, гармонии. Они и здесь будут лучше, и чувствовать, и развиваться в этой, так сказать, это будет намного гармонично. Снежный человек, это, ну, не моя только точка зрения, это высказывается в других техниках, это некая тупиковая век. То есть, это как же высшая век в развитии именно человекоподобных, чисто для него, как бы, происхождение. То есть, это то, что, к чему это тот максимум, который могла породить, породить Земля, как бы, самостоятельно. То есть, энергия, если это, конечно, очень сильная, очень мощная. То есть, это энергетически может быть самое мощное существо на Земле. Вот, но возможность, подвижность разума, то есть, способность переработать информацию у него ограничена. То есть, слишком, ну, слишком хорошо связан с материей. Слишком хорошо списан в материи. И поэтому, вот, дух, как бы, взляжнет в это состояние и не получается. Вот. Духовное состояние через какие структуры проводить. Поэтому у генеральцев, то есть, у тех народов, которые сталкиваются с веки, они всегда являются как поле михические, поле божественного существа, но, как бы, высшее, как бы, такое высшее духовное состояние. Эти структуры проводить не могут. А может быть, они то, что самое с параллельного мира? Ну, я не вижу, если окажется, что они могут туда посадить, но для них это не является, то есть, целью, все-таки, похоже, что это чисто земное. Что-то. Как бы, весть, которая именно на земле не развилась, но она оказалась только кубой. И, кстати, кроманьонцы, ну, не так с этими детьми, то есть, кроманьонцы, ну, очень слабо, походы, изрядно можно вынести одну из рук в охоте. Вот, если какие-нибудь науки, так сказать, данные, вот, по поводу взросленности и инкарнации, ну, вот, ну, как бы, так сказать, не видно, что современно. Ну, понимаете, очень многие вещи, которые у нас вызывают сомнения, там, ну, может быть, а может и не быть, это вообще нужно еще доказывать, но в Западе уже воспринимается просто как общий метод. То есть, в Западе этим занимается очень давно. Там есть ОМА-институт по параллельной службе, по всяким исключениям такого рода имени. Там даже все делается, когда есть рекламная работа по параллельной службе. Там есть множество, как бы, трудов, которых со всеми преданными критериями научности, то есть, заново этой проверкой, там, статистические обработки информации и так далее, показано, что это явление параллельной параллельной службе, реальность совершенно существует. То есть, показано, что человек может бесконтактно воздействовать на разные процессы, начинает менять интерферметрическую картинку, может менять распределение генератора и шума, что никакими физическими законами нашими не предусматривается и так далее и тому подобное. То есть, двоичные доказательства таких проявлений необычных, не укладывающихся ни в какую теорию проявлений человеческой физики, должно помечено. Просто это наша уже проблема, что мы напряг здесь ответы на эти доказательства, мы настолько закрыли наши пропаганды, то мы даже не видим, если нам показывают эти книжки, мы говорим, да, может быть, но это еще нужно сами проявлять. То есть, на самом деле, велика здесь очень короткая, то есть, пока лично я не видел, я этого считать научными доказательствами не видел. Ну, хорошо, вам принесут это доказательство, если вы к тебе придете, начнете говорить, что вы сказали, велика мы. Пока я лично, вот вас слушатель, пока в земле, то этого верить нет. То есть, это вот получился вопрос веры. Ну, вот я это уже давно показывал и так далее. Остальники того же Давида Катерстильда, который при всем честном навыке показывает чудеса. То есть, там, исчезает статус свободы, исчезает Лежнодорожный лагон, перелетает через большие камнины и так далее. Те, кто непосредственно присутствует при этих чудесах, они шалеют, конечно, они говорят и видят чудо и так далее. Но те, кто не видел, а видят только видео, то есть, они говорят, ой, ой, никакие труки можно там потянуть делать. То есть, понимаете, говорить о научности не приходится. На самом деле, для 95% таких, мы с вами можем считать побывательных, то есть, для 95% обладателей, наука это не более, чем феномен массового внушения. Вот все говорят, что есть атомы, не верят, что есть атомы. Потому что нам описывает человек, который на уважении, и нам этого более, чем достаточно. Мне эти атомы в глаза никогда не видели. Электронный микроскоп, я не уверен, что кто-то здесь есть, кто когда-нибудь работал на электронном эндоскопе, кто может сказать, что своими глазами видел атомы. Но тем не менее, может существовать несомненности. Правильно? Хотя лет 30 лет назад, если вы попали в какую-нибудь нашу уже советскую деревеньку, там вам могли бы, в общем-то, с большим недоверием относиться, если вы нас любили, что там в Путнике летают, вот там человек уже в космос, ну и что. Ну, крестьяне было на самом деле. Мне просто знакомое рассказывало, она где-то в 50-х годах распределивая деревня, и вот с этим сталкивалась. Вот мы от этих крестьян практически ничего не отличаемся, и когда мы говорим на эти, то значит мы говорим, дайте нам ступень, которому мы поверим. Кстати, ученые тоже самые крестьяне. На самом деле получается так, что если человеку из частей диссертации, там по мастерике, или там потери звездого тела, по гидродинамике, приходит какое-то полуграмотное действие, говорит, что он спокойно может репортироваться отсюда и там в другую конъюционерить. Вот. А вот я тебя спрашиваю, а на слове какие формы вы это делаете? Я говорю, ты иди, и спокойно исчезает. Это человек, я был термороком, как скорее всего, оставил, что там у меня было замедлено, то есть в следующий раз, когда он давал индивидуальный, он придет на другую сторону. Все. И игроки включат, если не войск, как и на меня. Потому что им нужно выбросить свои десятки, выбросить свою науку, выбросить все теории, и сказать, что извините, ребята, мы ничего не знаем о реальности. потому что кто, кто делает эти полуграмотные действия, наверняка ни в одной идее не укладывается, ни откуда не следует. Вот. И если поманипулировать эту пробу, то можно показать, что это не может быть. Ну, как в свое время, когда человек изобретал вирсовет, и там это изменение не может быть. То, когда автор и изобретатель вирсоветов сказали, что ваша система летать не может просто, ну, она не, это антилеизм, не может вот так вот она летать. Он в следующий раз пришел и доказал совершенно четко с этими выкурками, что маиски жуки и так не можешь. Вот этот человек, совершенно по всем законам Кирилл, известный на тот момент, следовал и, в том числе, и знаний из тех уравнений, которые там при этой конъюции решал. Ну, то, и вирсовет это не звезды, так и в такой момент. Поэтому, когда мы говорим наутие, значит, мы говорим о существовании определения скандартном, как бы, примитый в этой сообществе канонов. Но реально с этим каноном далеко не всегда соответствует. Она ничего здесь не знает. Вот. Это, это, больше вопрос сверху. И очень хорошо, я не знаю, кому прибежит это высказание, но что-то очень хорошо сверху, что многие идеи никогда не поверят. Просто постепенно вымирают сторонниче старых. Смотрите. То есть те, кто пройдет на смену, там, где через 20-30, а вирус это будет реально. Они не будут сомневаться, что тогда нужно, они просто будут с этим пользоваться. Вот. И может быть, может быть, вот они и те, кто еще ничего не видят, вот как бы собираются, как-то привлечься к пониманию, а что же, собственно, мы не понимаем. Потому что для того, чтобы сформулировать даже задачу, нужно сначала понять, а что же нам нужно решать. То есть первый, как бы, этап – это понимание того, что мы чего-то не понимаем. И второй – это сформулировать, а что же мы, собственно, не понимаем. Вот. И истинная наука начиналась именно с этого. То есть когда люди стали забывать эти способности, когда у них истеза непосредственно знаний. Наука – это процесс ясного знания. Когда вы смотрите на предмет, вы видите, что он имеет такую-то форму, то есть он выражает какую-то идею. Он, то есть эти статистические структуры, что они за атомом и так далее. То есть надо вам посмотреть, из чего там существует. Вопрос, есть сразу мгновение скрипок. Вот если вам нужно, вы знаете, как эту структуру изменить, чтобы из стола получился стул какой-то. Трансформировать эту мотивацию. Как это делается писатель Саидоба. Ну, может, не очень большие предметы, но он в атакуне это делал. Как мне, он не знает. Он увидит, что это через Бога было. Ну, как-то это умеет. Вот. Когда эта спортивность не тратилась, тратилась и все и все, кто еще что-то помнил, они вот и начали познавать эту мотивацию. Что легко не получается так, ну, хоть как. Вот тогда и астрологи зародил как бы прогнозирование каких-то состояний, событий. Мне предсказательно, они так видели, что произойдет, и нужно было точно знать, когда. И астрологи, знаете, задать, если этого средства как бы обслуживало. А потом уже, когда уже зерепы перестали идти, то произойдет, они уже начали пользоваться как бюджет и сомитет, чтобы как-то осуществить положение этих. Вот. И многие вещи вот так вот, ну, отдельную политическую информацию забили или просто как бы и тратили доступ к ней. И сейчас то, что мы назовем наук, это протез, как бы это искусственная замена вот этого непосредственного знания. Когда мы накапливаем какой-то опыт, мы что-то возьмем. Кто-то, кто может подключаться, понимаете, непосознательно, проникает, делает сейчас вперед, он это как бы забирает тело, как у нас этот подъезд на горы, да. То есть кто-то прогорает, забирает тело, крюк, подтягивая при жестомлении, за этот крюк держать, то есть держать за крюк физического, как бы закономерного изучения материи, они уже могут выйти все, наверное, на этот когда. А этот человек, он может, может, туда просто там залетить или заходить. Вот это вообще, банки в доказательстве, это будет не долго, то есть не быстро, это будет долго, постепенно, и сделать это могут только те, кто, с одной стороны, приемлет к саму изделие этих состояний, если все. Потому что если они приемлет, это, знаете, что же искать будем. И будет искать доказательство, что этого не может быть. Ну и все равно, у меня здесь. То есть прикончивать может разработать телооптики. Ну это все. Слепой вообще-то могут телескопы возникнуть. А если только телескопы могут дать научные доказательства, то они действительно могут доказательства того, что Вселенная реальна, потому что звезды там реальны. И вот когда мы произвели, когда мы начинали телескоп и разрабатывали телескопы. Так, ну это было немножко о просторе. телескопы. А мы говорили о воспитании. И в севере телескопы. То есть действий, вот когда идет переформенная генерация, переформенный такой период, когда дети со одной стороны раздаются те, которые будут постепенно определять лицо нового мира. И наша задача создать им условия для гармоничного переустройства этого мира. То есть посмотрите, сегодня идет процесс интеграции. То есть если раньше как бы шло разделение мира на многие государства, на отдельные народы, то сейчас объективно начинается процесс наброски влияния. То есть идет объединение, идет как бы кластеризация, стягивание все больше, все больше групп в единых каких-то конгломератах. И это естественно, потому что таковы время, таковы потоки, идущие на землю. Сейчас нужно как бы давать детям, прививать эту идею, что неважно, кто ты, кто ты, кто ты. Важно, что вы все как бы являетесь с проявлением одного и того. То есть вот это духовное воспитание, то, что давало раньше религия, чтобы носить дети и божие там и так далее. Вы можете давать уже безотносительно к религиозным догмам. Вы можете просто объяснять, действительно уже по-научному, что есть нечто, что в нас во всех проявлено. Что называется по-разному. Вот если вы видите, вот это будет гораздо убедительно. Но если вы видите, вы можете просто сказать, как бы, чисто передать эту информацию. И вот это место, на самом деле, у всех совершенно одинаковое. Что у кошки, что у собаки, что у тебя, то время. Просто мы в разное время рождались. Вот мы живем уже много раз. Много раз рождались, много раз не раз. И вот из-за того, что мы заболеем каждый раз, тем мы рождались, тем мы были. Нам кажется, что это все как бы не так. То есть нам кажется, что мы умираем. Нам кажется, что мы равны. На самом деле, мы все совершенно одинаково. Вот и религия, если вы его будете вот так вот чисто, спокойно, то есть не внушая, а просто рассказывая, религия. Нам, если случайно сделать такое скрипит, что он воспринимает это, как, скажем, что из-за него это будет информация, которая не выйдет никаких возражений. Он это увидит. Пусть и религия не будет, но он это увидит. И вот когда он это увидит, его отношение к миру может немножко поменять. Он одну видит завтра, другую видит. Вот и завтра вы можете сказать, что смотри, опять-таки, когда видишь, это все не зажаючи, потому что... и скажите, ребенка, вот так смотри. Вокруг тебя ты сейчас злишься. Он ему покажет, весь здесь вот. Вот, вот здесь. Так смотри какая-то энергия, в какой ты станешь. Он думает, что не хочу. Хух. И люди любят. И мы уже не все. У него даже не нам рассказываешь, что это плохо. Ему не надо нагадки считать. Ему только один раз перестать смотришь. И дальше же он тянет и не летит, чтобы это не изникально. Не думает быть. Не надо ему ничего доказать. Это будет для него непосредственно. И это будет улучшение. И выйдет сам вылечен. Но, к сожалению, за руку не силы не было. Так есть. Поэтому нас, опять же, все не вниже не поразнять такие вещи. Потому что, когда мы злились, если же сам нас право поражало крутили. Если мы напрягаемся, если мы как бы напряжаемся, если мы как бы закрепощаем себя, так вокруг нас это закрепощение тоже развивает. Если ребенок маленький, у него еще нет своего 0,10. Он маленький даже в листе, а не в листе, а не в листе. Хотели того или нет, наши ощущения не передают. Это мы злились. Если мы, как бы, не деградуя нас противник людям, какая-то часть этой недоброневательности. в листе, хотели того или нет, приходит на него. Если кто-то злился на нас, посылает на нас негативную энергетику, по нашей же вине, хотели того или нет, какая-то часть этого издражения попадается на ребенка. в листе. Вот. Поэтому воспитание детей начинается с воспитания самого себя, с изменения самого себя. Тем более, если мы, ну, как бы, в хорошем состоянии находимся, если мы, как бы, не вызываем раздражение других, так что дети из-за нас не страдают. Как еще, передавательные знания, они ведь на самом деле воспитания включают себя и функцию обучения, то есть передачи знаний, передачи каких-то формальных навыков, уже накопленных человечеством, в виде каких-то уже установившихся правил, рецептам и так далее. Вот. И жизнь наша... Это первая игра в Нью-Йорк Нью-Йорк. Обычно, когда мы напитываем, мы мало думаем о человеке. Мы выполняем некую работу. Ну, так же, как копаем дены, так же, как рубим дрова. То есть мы хотим сделать побыстрее, отделаться и там просить посмотреть телевизор, почитать за деталями, просто полежать, поговорить с приятелем. А сам профессор-святой, сам профессор-святой для нас... Ну, это так, формально. То есть мы, когда знаем, что это знание формальное, то есть навыков с теми, ну, в общем-то, формально все. И относится к нему тоже формально. Вот. А для ребенка, у меня там вилеты, извините, я тут понимаю. У него не было навыков с теми, у него было одно состояние. Потом, в какой-то момент у него меняется состояние, у него как-то раскрывается, у него идет перестройка мозга. Завезлась в новую связь в головном мозге. У него, когда меняются поля, поскольку ты занялся, у него все закрыто. И для него вот весьма весьма середина работа. А он-то в этом нет. Это. А ребенок говорит, у него много. А он не вести-то не может. Вот. Вот оно считал, что он ничьего-то не может. У него нет. А он говорит, он не варамах. Ну, хорошо, он не варамах. Ой, ну не варамах. Давайте начнем. Нет, да и не он здесь. Дrinяки то не может. Ну, хорошо, какая-то буква есть. Он не варамах. И здесь вам нужно тогда забыть о своем знакомом, о телевизоре любви. И спокойно, доброжелательно войти в его состояние, почувствовать, чего он не может. Вот если вы почувствуете, тогда вы ее сможете не помочь. Сможет ему 100, 200, 300 раз. Ну или просто повторить. Спокойно повторить. Это буква М. Это буква А. А вот видишь, это по-большому, это маленькое. И чтобы это знание постепенно, потихонечку, чтобы у него открыли все знания, пояр его открыли, это знание постепенно начало сюда, чтобы проникать в него, и обвязать на то место, на котором оно должно быть. Не перейдите, что это эмоции. Быстрее, 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 взглянули в него степень. Видя состояние, разница, спокойно. Он, наверное, это прекрасно почувствует. Он что, хуже куш? Куша-то чувствует. А, наверное, все бесит. Вы проведете, он хочет закрыться. У вас, когда вы торопитесь, когда вы хотите быстрее, вас включаете центр соответствующий. Вы начинаете бить его по этому центру. Вот. 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 И этот буква, он уже готовил. У него вот-вот-вот, когда вы, чуть-чуть там поймете, еще чуть-чуть спокойно, у него, вот, унижется. Вы сдерживаете, вам не терпится. Быстрее. Все, он уже закрыл. Он уже ничего не может. Понятно, зачем он запомнит. А вам хочется быстрее. Вы начинаете обидеться и никого. Ну, не танец, а не обидеться. Вот, да это. А он не иллюз. Вот, все это у вас будь. Вы начинаете давить. Вы начинаете вот исправлять. Вот. Скажите, только вы как бы продавливаете в него некую клаву, особенно, что это буквально мир. Вот. Ну, не говори, я что-то буквально. Зачем для меня слегка, ты понял? С этим вопросом. Вы на самом деле его продали в него энергетику. Вы спечатали в него некую эмоциональную ситуацию. И вот с этой эмоциональной ситуацией он ему изменить теперь офицированную сердековую. Ставцы появились. Вот такой самый. Ставцы появился. Вот. И таких справок, на самом деле, у каждого из нас, находящихся здесь, более чем доставок, у каждого из нас про продюселя в таких ситуациях, когда нас учили подобным образом. Каждый из нас многих учили так же. Так что я его не так в ординах сходил. Я вам сейчас объясню просто, что происходит, когда таки надо было. Ребята с ним без взрослого, он не может защититься. У него нет тела для этого. Вы подможете там что-то, где-то чувствует что-нибудь, а куда они едут. Вот. Поэтому здесь, ирина, нельзя кричать пистюками. Здесь где-то, ирина, как бы, чувствование реальных возможностей и, как бы, помощи. Не на помощи, а не заставление сделать то, что вы хотите. И опять-таки, здесь мы возвращаемся к разным методикам всех наших российских дней. Вспомним, почему мы начали верить. Потому что нам хотелось. Потому что для того, чтобы мы не довели, для того, чтобы мы спокойно провели эти два часа с ребенком, мы должны забыть о мужчине, мы должны забыть о сигаретах, мы должны забыть о чем угодно. Вот и спокойно просидеть эти два часа. Чтобы мы должны забыть о себе, о своих интересах. Вопросы появились? Да, потом. А теперь ребенок все тоже может ощутить. Он может в истерике задеться, может захлакать. Прямо правильно. Это естественная защита просто такая возникает. Ребенок, когда у него как бы резервы нормального состояния исчерпывается, и его организм, он просто тело заставляет, оно отключается полностью от этого, выходит полностью из состояния активности. Да, он в истерику впадает. Вот. И если у тебя сама создавать такие условия, то для меня это становится же просто это выректирует действие. Вот. Ну, это один из тестов. Ну, многое из других. То есть, мы должны вот такие, допустим, допустим, когда мы хотим, чтобы резервы не ходили куда-то, мы говорим, у-у-у, там целый линз, сейчас такие волки, если на подрухе сидят, но уже этих волков здесь поразили, вот они рядом сидят, в них пасхи, вот, зубы. Вот, да. Ребенок же это все видит. Опять-таки. Мы ее видим, мы ее видим. И все. Теперь у него как бы... Да, мы с него надо беречь. Любой, чем много, будет на союзе с этой стороны. Почему? Потому что у него будет ищет себя. Ну, как же просто семья. Я думаю, что здесь надо найдется людей, у которых, как бы, в голове сидит, что семья не отушит. Кажется, нет. Вот. Поэтому, когда мы воспитываем, нужно воспитывать не калеча. Основная идея того, что я сейчас говорил, это научитесь помогать, а не калечить человеку в своих интересах. На самом деле, нам кажется, что это воспитание, ну, такое нормальное, что человек научается хороший, то есть он следует этим канонам, которые мы будем писать, он следует этим традициям, ценностям, о которых мы не говорили до сих пор. Но если посмотреть шире, то есть, что мы делаем. Мы ее бесконечность потенциальная, как бы, которая могла проявлять, если все не так, как мы себе предстояли, мы вписываем, мы обрываем, когда ее, мы делаем здесь живую идею, возьмем эту чербу, високая черба, прекрасно вписывается в тот же дух, который строится общество. То есть, на самом деле, поскольку набор ситуаций, которые человек может, ну, в рамках суставного проявляться, он настолько мал по сравнению с его потенциальными возможностями, по стойку, вот эти ограничения практически никак и не чувствуется. Это, потому что, человека, который может быть потенциально нервен, с ним прямо по прыжкам в высоту или дверь, запереть в комнате два, например. Вот он, который живет, там он будет ходить, он будет подпрыгивать чуть-чуть. Вот, но он никогда не узнает, что ему будет прыгать, он вообще гея прыжков для него будет недоступна. Вот, и если люди ходить, они говорят, что тот послужен мальчик, тот, кто тут хорошо, тихо сидит на поле. Если у нас цель, чтобы он сидел на поле, ну, его приятно сидеть на поле. Но проявить ему, как именно чемпиона по прыжкам в высоту, мы не дадим. Это же не делаем, скажем, в членом часе. То есть, они как-то ограничены возможности для того, чтобы нам, в целом, обществу, в целом было легче. Это, может быть, так называемые правила общежития. Но делаем это целью того, что ему решают все люди, комментируют, комментируют возможности. Вот, с правильным вопросом, ну, хорошо, если мы не делаем его так воспитывать, получается, что легче предлагают с удоверенностью, предлагают, чтобы дети делали все, что хотели, чтобы они вообще, как бы, не читали для всех, и так далее, и тому подобное. Ну, школа-то тоже школа-статита языческая, язык-этили. Вот такая формально делана. Ну, это, как я, в школе делается все то же самое, только учитель ищет, было занятую часть, потому что у него не один из, она, это 40. Вот, и тема не может быть, правда, при этом эти 40 минут, и вложить определенные дни. Вот, так вот, возникает естественный вопрос, а как же, что же вы нам предлагаете делать? Вот, я, на самом деле, предлагаю, я не предлагаю себе звуни. Я говорю о методах нормальных, это бы, у меня, я же, гуманно, это бы, у меня колесец есть, дух, методах воспитания. То есть, на самом деле, с моей точки зрения, воспитание, это помощь тому, кто пришел в этот мир, правильно насчет в этом мире проявляться. Это не вложение в моих представлениях для того, а это передача ему знаний о том, что лучше делать или что лучше ему делать, как правильнее, как хуже. И почему? Правильно, почему хуже. Чтобы он сам, с самого начала, мог правильно выбирать, оценивать, и чтобы это было без его знаний, а не вложено, вписанно-то в него, моими штампами какими-то. И вот тогда, вот этим, ну, prophet будет такой, вот почему люди здоровые, потому что просто нет. Можно видеть историю рукопожатия, можно, как раз сказать, а теперь только для того, чтобы люди знают, что ты хорошо делитесь, вот они здоровые, здоровые за руку, Говорят ли, «Здравствуйте!» Но вы не говорите «Здравствуйте!» Либо люди виды, что ты к нему хорошо относишься, это просто про хорошее решение, это не нужно, что ты что-то скажешь. Но если они не виды, то есть тема какая-то. Поэтому люди просто говорят «Здравствуйте!» и они тогда будут знать, что ты к нему хорошо относишься. И по той же идее, в основном, нелогично, в основном, нормально. И с другой стороны, вы можете сами начните видеть, как много условностей, которые вы расценили в свое время, не критически, но и предназначен только для того, чтобы обрестить друг другу, людям взаимодействие друг с другом. Все люди делают вопросы, почему люди ходят одеты, зачем и так далее. На самом деле, нет никакого любительского обоснования. Просто так принято. Слушайте, от этого им не нужно просто объяснять, что вот эти, как принято, так лучше допустим. Почему лучше есть лилка? Потому что так удобно. Вот смотри. Ну, лилка, видишь, удобнее накалить, там, допустим, одолеть, или взять раз, чем ложка. А пальцы, на пальцах грязь, на пальцах снегробы. И здесь, на самом деле, ребенок, это не, как бы, не клюшленый, что тоже там, что-то, какой-то, 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 или, какой-то, какой-то. Он обладает теми-теми же возможностями, что и он. Только он еще их не проведет. И поэтому у него гораздо больше возможностей, то есть он их еще не ограничил до нашего уровня. И одно из задача в том, чтобы помочь ему эти возможности сохранить. Вначале он неплохо был рассыпать, поскольку мы живем в Калию-Югу, помогать ему работать и с сознанием. То есть если ребенок творчества, то, так сказать, проявляется творчество. Если у него есть проблем, ну, здесь астрология в чем-то может и помочь действительно, потому что многие проблемы связаны с энергетикой вместо того времени, в которое человек родился. А разъездил он потому, что он соответствовал этой энергетике. То есть момент рождения действительно несет информацию о состоянии человека. Вот, то здесь, если астрология хорошая, он может подсказать, какие проблемы у человека есть. Ну, или видишься. То есть может посмотреть. И если у вас есть возможность, то вы можете помочь ему эти проблемы разрешить. То есть если у него есть склонность к агрессии, то наоборот его нужно воспитывать, как бы корректировать постепенно ему, как бы объяснять и своим состоянием передавать, состояние дружественности, спокойствия, мудрости, гармонии. Если у него слабость, то наоборот ему нужно помогать обрести чувство уверенности в себе, ответственности и стабильности. И так далее. И главное в воспитании это не слова. Главное не то, что вы говорите, а то, что вы ощущаете в этот момент. То, что вы показываете на уровне состояния. Потому что ребенок воспринимать и не надо. И взрослые тоже воспринимают. Не даром мы говорим, что он говорит, но и я мы не верим. Потому что мы тоже чувствуем, что человек что-то хочет скрыть от нас и так далее. Ребенок гораздо просто это стеснее и точно чувствует. Так, ну хорошо. У нас два минуты осталось. Поэтому давайте я сейчас отвечу на вопросы. И в конце, как обычно, мы немножко поняли. Как вы относитесь к космодомической теории розенкрейсеров, к понятию воротов и роботов и воротов человека? Ну, к сожалению, я теорию розенкрейсеров практически не знаю. Я знаю, что просто есть розенкрейсеры, а вот подробно их космодомические во время не читают. Не сталкиваются просто. Но, исходя из того, что я имею в виду об этих органах, я не могу сказать, что они работают с каким-то недостаточно ответственностью реальными астралами, где возможно получение каких-то сведений о реальности. Но эти сведения, именно все из того сведения, из которого они получаются, достаточно сильно окрашены идеализированными какими-то вибрациями, идеальными сопричастностями к некому астритворению, что это личностной окраской, даже неправильно быть личностной, изолбизированной. Изолбизированной такой окраской получается. И поэтому то, что они пишут в своих теориях, является как бы отражением реальности, но в таком зеркале с клеммом изложится разноцветных купечков. То есть это отражение оказывается намного более свистит, намного более, как бы, много вариантов, чем та реальность, которую это зеркало отражает. Хотя каждый кусочек может отражать какой-то чуть от всех этой реальности. Поэтому я больше ориентируюсь на индийские, даже китайские, пожалуй, индийские, даже индийские к нам по способу измышления тексты, особенно там дьога, индийские тексты. Хотя они и зашифрованы в такой эзотерийской форме достаточно представленные, то есть там поэтически многие метафоры используются. Но эти древние мудрецы, они выходили в более высокие слои, где уже мидрость как таковая присутствует, и откуда видна реальность практически без искажений. Поэтому эти тексты, особенно там пиарисанцы, которые практически полностью написаны как современный научный транспорт, они, ну, лично не ближе. Если ребенок такой, что он знает, что что-то делает не так, не явно драница, детенок какой-то, как обходиться с ним? Да, у детей такое вполне возможно, потому что дети, что уже приходят уже со своим опытом в прошлом состоянии, и, казалось бы, совершенно благословительности не было совершенно нормально с родителями. Может родиться ребенок, которому не являлся они в мать, а совершенно непонятно, что и почему такое состояние делать. Вот это вот здесь, ну, если вы не видите, нужно именно показывать, как бы, самому телевизору состоянию покоя, состояние, как бы, проявление правильного состояния, и ее спокойно, ну, тело, как бы, проводить, именно так, переводить это состояние. Вот в воспитании важно не перегибать палку ни в какую сторону. Вот если вы будете слишком святюкать с мягкими, ну, как бы, интимно по воду, по желанию эго ребенка, а эго у него, ну, чисто еще, как бы, оно в чистой форме стоит, оно еще не помнилось, как бы, на эту жизнь, так сказать, прошлой жизнью листью. Вот у него есть желание, и для него, поскольку у него есть на центре, там, функционирует, на ранних периодах, это желание это все. Ну, потому что у него есть, ну, просто у него есть сейчас. То есть для него нет еще ни параметра древнего, ни параметра возможного-невозможного. Вот у него есть саморезная сейчас. У него говорят, да, я хочу мороженую. Вот у него есть стресс на детстве, да, проект-магазин закрыт и так далее. То есть когда он в первый раз столкнулся с тем, что сейчас, через секунду желание релизного телевизора, ну, для него это имеет стресс. Вот, и ему, действительно, вот этот, эту реакцию, допустим, истерику или там просто раздражение, испортили истерию, как бы, дружелюбно, 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 т.е. спокойно, дружелюбно, чтобы говорить, не объяснять, все, нет, это невозможно. Спокойно, дружелюбно, дружелюбно. Вот, если ребенок дружится, то есть это уже более такое сознательное действие, действие направленное на ее ведение кого-то из себя, может быть, что в нем проявляется состояние кого-то из дружности с окружающим, то есть это невозможно такое, то есть нужно посмотреть только на том, он свидетель амбитистский, может, как бы, в нем, ну, в таком возле таком активном проявленном виде выразить качество, которое есть из роста, ну, не выдавленное, как бы, его культура и его воспитание. Вот поэтому здесь не нужно объяснить, опять-таки, то, что он мне так кажется, в щитах, берем себе разобраться, убрать его в себе, тогда ребенка, так, может, обраться. Так же, дружелюбно. Вот, а пока этого не произошло, нужно просто объяснить, что извините, что так выступать нехорошо. Если он продавер, то и, как бы, не понимается, вот это физическое наказание по той же фото и шлюпе. Если не понимать, то есть сначала обслова, то есть сначала вообще-то есть состояние, потом слово, потом идет, как бы, угроза в действие, но если продолжаете, тогда должно быть сопротивление. В тем же доброжелательно в спокойном состоянии. То есть вы лежите ребенка, вы его не, как бы, пытаетесь его делать, вы не пытаетесь его сделать, и просто, как бы, показываете ему, что так делать не дадите. То есть он делает глухо, он делает неприятно, и без гормона, и вы видите, без гормона у него состояние. Но, как бы, вот этот неприятный, как бы, связанный с вами и заканчивается в момент, когда вы, там, слепывали, там, или... Ну, видно как. Просто обернули его руку, и он тянется в чем-то гореть. Поэтому здесь важно, ну, чтобы вы не были эмоционально настроены в Гристе на против человека. Чтобы вы понимали, что ваше действие, это, как бы, не результат в Гристе, а результат его центральной деятельности. Естественно, что он не всегда правильно сможет это понять, но физическая деятельность – это крайняя, я почувствовал, самая крайняя форма. То есть сначала лучик, ну, лучик три, можно сказать. Ну, видите, это уже во всех учениках, после педагогенки, то есть это уже бензинь или насколько. Если вы сказали, что его, высшие лучи обязательно, высшие лучи или не берут. Так, вопрос? Да. Это один из вариантов. Один из вариантов, но золотой инсердата проходит. Золотой инсердата проходит. То есть вы видите, что, ну, опять-таки, если вы не видите, то есть вы можете почувствовать, что сейчас ребенок начнет безограницей. Кстати, дети могут, опять-таки, вот, почему они могут брызнуть? Он уже просто передбить все. Так, видите, вечером он уже встал. Он, когда у него уже полчаса, тут нужно весь спать. А он уже все, он не включил. Он не отвечает за свои поступки. Что это все будет? Что-то уже родителям себе, наверное, высшие не знают. То есть здесь, действительно, здесь ребенок уже не виноват. Не виноват и все, кто могли это и засмотреть, но предусмотрели. Извините, приятен на тебя там нет. Тогда садитесь, тогда можете к ним поиграть. Можете сказать, ну, знаешь, друзей-то нехорошо. В общем, давай так. Сейчас мы, действительно, увидим, что у тебя он встречает. То есть восстановите так. То есть как-то его перевести в спокойном состоянии, довести до кровати, несмотря на то, что он будет капризничать, он будет драться, он будет косаться, он будет дровенька. Дровенька. Это вы получаете всего лишь, он, я скажу, пришлет, а не то, что вы вовремя не досмотрели. И делать его надо будет. Потому что если вы его узненька будете наказывать, его залпили шлепок, извините, вот здесь, опять-таки, он не виноват, виноват и нет. Вы не будете спросили самого Бога. Потому что он не может адекватно отстрелять ваше действие. Сам адекватно это не речь спать, а вам нет взрыва. Да. Это уже невидимый. Это уже невидимый. Это уже взрослый человек, у которого это принципиально, это сформировал шейфер, и здесь нужно его взять следующую очередь. Здесь необходимо защитить свой интерес, что он в своей семье, и при этом возникает сильная эмоция, например, здесь. Так как мы все нашли, 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 нашли. Изначально, что его выбрали. Если есть плохая эмоция, но не исходим, он Wishlist ее не сопоставил там, а там надо объяснять. Ага. Ага. А у меня это не надо еще ответить на трупы, да? Это разрезы. Посмотрите, что. У себя возможно больше это было так. Он вылечит его, что не встать, а когда эти проблемы? Он вылечит. Есть? Тогда у вас это прилим they may be. А здесь, поскольку это не ситуация вообще где-то, как бы у вас есть период, у тех, кто врача здесь есть период, и здесь сейчас важно где-то стрелять, заметь по подсолнцам, ну вот так, в последнее время, когда вы действительно добрые и действительно отнесли, то я не привяжу к той ситуации, которая вам посетит с кем-то брать, но вы можете найти себе документы под действительным центром, где всегда много предпословно есть в любви, никому больше. Каково вы можете сделать между потенциальными градусами, основными для любви и личной кармы? Ну, достаточно тешно, потому что карма человека, которая не получается, уже предопределяет, ну, так сказать, спички на жизни, что кризис и возродности. Многие запасы к календарю очень узкие, но они были достаточно широкими, все равно не такие. Я не могу держать ответственность и сказать, что у каждого взрослых без помощи невозможны. Но, наконец-то, если в большом масштабе смотреть, там, масштабах у многих воплощений, да, мы можем достичь мокрых состояний, мы можем сделать все, что угодно, но в рамках одного взрослых воплощений наша возможность иметь достаточно четкой границы. Какой шире и какой лучше. Вот, вот этот его, вот, коронечек теперь с нашими воплощениями, нашими долгами, нашими бодрательствами, бодрательствами, которые мы на себя делали и дали. Вот, и все, только, но выложилось в программном виде, в виду нашего родителя. Вот, и в том числе, им с ними не пройдете. То есть, у нас может быть, если это очень сильная карта, то, как мы не слышали ни с момента, что люди в жизни не разумеют. Ну, да, вот так вот. Значит, два слова. В следующем вопросе, мне необходимо научить его за помочь, кто хочет организм в общество, то что делать? Ну, в самом деле, это не так часто. Потому что, на самом деле, в правильном обществе, заступили в Германии, значит, находится место очень-очень в виде управления. Только, если это вообще-то действительно не было устройств, то эти управления выявляют свои экономические мышцы. Те, кто уже должен находить место, чтобы делать, кто-то любит работать, находит, продолжается работать, кто-то, наверное, нечего делать. Значит, то есть, как правительство стены перевоспитывает, трансформирует, помогает им трансформируется, это самое главное не просто трансформируется, а правительство стремлений, стремлений, научить эту трансформацию, так и общество помогает этим людям и так далее, то есть и динамит. Просто границеля, границеля, Для того, чтобы мы точнее, как у нас есть на самом деле логотипики не укучат на что-то такое. И за то или иное, то же самое главное, сколько нас подберется, или сколько мы делаем создавать, сколько мы делаем создавать в 1906. И мы только все мы делаем, потому что мы не подправимся в тех оптимах, в тех тех, кто не купил умер. Но не забывай, что у них на какие у меня и теперь теперь там было по отношению к июле, и мы не знаем, как у нас есть какие-то вероятности, какие-то бежали. Если разговаривали, что как-то на газете на этого нашего банка, и разговаривали, которые у нас есть, и мы уже сняли, а я не знаю, полномерное место, например, для этого. и нам еще не забывали о том, что мы можем понять, что мы можем понять. Мы можем здесь помочь, мы можем понять, поэтому мы не могли с вами, если мы хотим, потому что мы пошли убрать. Это очень хорошо, потому что мы можем немножко верить в последнее время, как бы это было, это не нужно всегда, А просто, когда постоянно запрещают полную, потому что уже не вязалось, все равно сделать надо. Уже пошли, естественно, если вы не делаете до 90-х часок, уже нахожусь и так, то здесь все вы получили скандалы и бегают здесь в порядок. Поэтому, я думаю, тут, на того, кто может, вяжется больше ответственно. То есть, на самом прошлом месте, когда началось, что через полчаса можно встать, когда-то пошли собирать все грушки. Вот так, что, когда есть грушки, ну, потому что, да-да, я здесь планирую, там, говорю, я буду вяжать мешок, иду, что это мешок, я немножко слабый, там, где я буду отставить не меньше, ты меня будешь приносить. То есть, ну, чтобы было не скучно было, то получилось, что так, как вы это знали. А как вы говорите, вы говорите, вы говорите, я делаю эти цветоказы, вы говорите, вы все-таки должны делать. То есть, не убрать ему крышку, то есть, вы говорите, есть 5 минут, которые вам поможет сделать, а полчаса, которые вам будет выбирать. Потому что, конечно, настрой, что я вам помрачу не могу строить, но, по идее, и скорее всего, вы dachte, у него есть ли mandates, что ты, ну, там, но изъяса Tackeuk德пе, в mutual caseラ прохватает, вот что, собираю, когда здесь я вчера была, вернулась, что на話ат unloadрицей, 4 минуты, пошло, да нач Tang hero homoogoogochka, колкин снова, все �esem, все равно, валуй рву, все выключаем, потому что это к нам, мужчины резаны с вашими там поясни, поужинающих, или пошли его пересмотреть. Вот. И так может, если у него есть тема, чем то, что для него помню, выделить в районе, скажем, что пока он не убил, никаких нет символов. То есть это удовольствие. Удовольство, там, кусты, удовольствие. Вот, не скажу, это будет посторон, который не будет заказанным, а будет, именно, в котором, не будет откратиться. Знаете? Ну, по поводу, наверно, на коми-то, на коми-то, на коми-то. И здесь важно, дрожавая и неопредимость. Не, а так, если, еще и другая, чем нужно, в точной зрении исполнителя, это, вот, плачевые прозрачные, то, что, на самом деле, мы все же, эти, игры, которые, как бы, забывали, а другие, те, не давали, как это сидит. Как мы правы, мы его, всех, кто везлощих, разума с очень уменьшими, просто не избавали. Слушай, но он тут не прибыл. Пока, ну, мы, то есть, мы можем, например, на полных, как следа, и просто так, а они не давали, а они не хотели, взорвутся на другой работу, а они не берутся некуда. Что, ну, обеду, не думаем. О, ну, хорошо. Задумайте всех прочитателей. Давайте, ко junto, покажем, кто, на трeart, может вот эту сторону, Entonces, в том, что, можно лицам, вот эту設анную сторону, давайте, давайте. Используйся. ВОЕР. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...